В преддверии дня работников лесного хозяйства в Северном Казахстане состоялось награждение победителей Спартакеады. В ней приняли участие 12 команд. Также работников сферы от имени главы региона поздравил его первый заместитель Марат Асмагомбетов. Подробности далее. Сохранение лесного фонда является приоритетной задачей во всем мире. Люди, в чьи обязанности входит посадка зеленых насаждений и защита уже имеющегося природного богатства, отмечают свой профессиональный праздник в 3 воскресенье октября. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель Акима Североказахстанской области Марат Асмагомбетов. В преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан и празднования дня работника леса мы проводим производственную Спартакеаду, чтобы подчеркнуть важность и значение работников лесного хозяйства по сохранению самого главного нашего достояния природных ресурсов. Ответственность перед работниками леса очень велика. Вы со всей душой подходите к этому важному делу. Охраняете лес и трудитесь над его воспроизводством. День работников лесного хозяйства утвержден в 2017 году. Почетными грамотами награждены 20 представителей сферы. Я работаю в лесном хозяйстве 15 лет. Работаю лесничим в Акаинском лесхозе. Основным летом, весной и осенью возникают лесные пожары. Мы с ними боремся, мы пол создаем, охраняем и допускаем порубок в лесу. Я работаю с 2000 года, уже 21 год прошел, как я работаю в лесном хозяйстве. Работа нравится, всегда на природе, свежий воздух, люблю природу. Пожелаю, да, чтобы наши городские жители не бросали бы мусор, не завозили бы там мусор в леса, лесные угодья наши, которые мы охраняем. В областной спартакиаде участвовало 12 команд. Соревнования проходили по трем дисциплинам – волейболу, настольному теннису и шахматам. По словам руководителя отдела управления природных ресурсов Василия Ломанчука, сотрудники активно приняли участие в соревнованиях. Победителем признано с небольшим отрывом управление природных ресурсов, регулирование природопользования. Второе место заняло Пресновское лесное хозяйство, третье – Козлужарское лесное хозяйство. Все специалисты, работники с удовольствием принимали участие и довольно-таки в ходе соревнований неожиданные результаты показывали некоторые. По-спортивному свой профессиональный праздник лесничие отмечают впервые. Теперь подобные мероприятия станут традиционными. Тамерланд Леубаев, Анатолий Белонок, Служба новостей.